Любопытная новость пришла из Серого дома. Распоряжением главы Хакасии госслужащие теперь могут рассчитывать на получение квартиры за счет налогоплательщиков. Тему сейчас активно обсуждают в интернете. Собственно, соцсети давно стали площадкой для дискуссий, которые по разным причинам не принято представлять в официальных средствах массовой информации. О самом народном сегменте наша новая рубрика, и я передаю слово ее автору Константину Кравцову. Пусть интернет имеет славу всемирной свалки информации, но настоящие самородки тоже встречаются. Новость под заголовком «Валентин Коновалов облегчил чиновникам получение денег из бюджета на покупку квартир», публикует информагентство «Пульс Хакасии». Речь идет о новом постановлении за подписью самого губернатора от 13 августа. В документе глава Хакасии действительно улучшает жизнь жителей Хакасии. Только в очередной раз везет не всем, а тем самым высоким чиновникам. Госслужащий теперь имеет право на субсидию для улучшения жилищных условий. И в данном случае неважно, есть у него уже квартира или нет. При этом сумма выплат будет зависеть от количества родственников. То есть, чем больше людей, тем больше денег. И самое главное, документ не ставит рамки для выбора места. Член правительства Хакасии сможет купить на деньги из местного бюджета жилье хоть в Сочи, хоть в Москве. Собственно, это новость из разряда той, что о космических премиях перед Новым годом. Мы опять видим, что расширяются преференции для чиновников. Мы получили вчера ответ официальный от Максима Усова о том, что они привели в соответствии с федеральным законом. Но у меня вопрос, а что заставлял кто-то это делать? Есть субъект, который в воле принимать эти законы или не принимать эти законы? В конце концов, есть парламент, который занимается законотворческой деятельностью, причем не из правительства. Правительство, он дел много, необходимо к зиме подготавливаться. Чего уж там, понятно под кого новый закон с учетом количества приезжих в новой власти. Но сам Валентин Коновалов накануне отметил своего рода служебный юбилей. 300 дней у руля. Местный экономист Евгений Мамаев, как это и принято, у экономистов взялся считать. Публикует пост о заслугах правительства. Именно на этот день пришлось ограничение электроподачи на 7 котельных за долги. Республиканский бюджет неумолимо худеет. По прогнозам Мамаева, свободных средств – это тех, что на зарплаты бюджетникам, лекарства, да и те же выпадающие доходы по ЖКХ нынче будет на 6 миллиардов меньше, чем в прошлом году. При этом показателен итог недавнего голосования. КПРФ так и не получила ни одного мандата на довыборах в Верховный совет. Правильным ли курсом идем, товарищи? А ведь, по сути, пятая часть губернаторского срока позади. Складывается такое впечатление, чтобы как-то свести концы с концами. То есть ищут не доходы, а урезают расходы. Причем достаточно так жестко. И зарплаты сокращают где-то, и долги перед поставщиками наращивают. То есть мы же видим, что растет просроченная кредиторская задолженность перед предпринимателями. То есть это тоже такой госдолг, но в другой форме, который в общую сумму вроде как не входит в официальную. Но, тем не менее, это тоже госдолг, и он растет. А ведь сам Валентин Коновалов все ближе к народу. Во всяком случае, пытается. Чего только стоит пост о любимом занятии россиян – копке картофеля. Губернатор этим не брезгует, семью привлекает, да еще и драники жарит румяные. Рецепт ненароком Максим Усов подсказал. Личный пресс-секретарь, но при этом знатный повар. В общем, глава республики без купюр. Видимо, управление регионом позволяет найти время на такие дела. Что-что, а внимание народа Коновалов в интернете точно завоевал. Несколько сотен комментариев за считанные дни. Да вы, батенька-кулинар, не задастся в политике, заводите свой кулинарный блок. Точно стрельнет. Ау, вы че, люди, внимательно-то посмотрите. Картошка чистая, сразу видно, куплено. Это все пиар, типа, я такой же, как и вы, и бла-бла-бла. Настоящий губернатор сил, здоровья и успехов. Пожалуй, присоединяемся к комментатору выше. Сил, здоровья, успехов и губернатору, и всем жителям Хакасии. Благо, регион у нас небольшой, все так или иначе друг друга знают. А интернет в том числе и создан для общения и новостей. Пусть он и имеет славу всемирной свалки информации, но мы обязательно еще что-нибудь найдем там интересного. Увидимся. Спасибо, Костя, за любопытный обзор. Это была новая рубрика с новостями из интернета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова